МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трегорию, в помощи которой можно исследовать развитие общества. Что такое общественно-экономическая формация? Общественно-экономическая формация – это такой тип общества, который характеризуется, во-первых, определенным экономическим базисом и соответствующей ему политической надстройкой. Собственно, вот в этом понятии нашло свое выражение и воплощение то, что мы называли основным положением исторического материализма, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. Производство является определяющим, и поскольку оно является определяющим, оно определяет и надстройку. Вот поэтому не так обстоит дело, что все просто и все течет и изменяется, а в этом самом изменении, в движении, в развитии производительных сил, а производительные силы – это что такое? Это А – работники, и Б – средства производства, которыми вооружены эти работники. Поэтому производительные силы – это, так сказать, субъективный фактор производства работников и объективный фактор производства средства производства. Ну и понятно, что можно сказать просто о работниках, которые вооружены средствами производства. Производительные силы постоянно изменяются, и таким образом осуществляется, можно сказать, прогресс экономический. А вот что касается формы общества, то она не просто меняется постоянно, потому что вообще все меняется, нет такого, ничего нет такого, чтобы постоянно не менялось. А она меняется скачками. И вот эти скачки представляют собой то, что мы с вами изучали – социальные революции. Если политическая революция одномоментна, значит, в одночасье заменяется политическая надстройка, и какой-то класс приходит, новый прогрессивный класс приходит к власти и смещает класс реакционный, то переход от одной формации к другой занимает немалое время. И вот мы знаем, что таких формаций имеется всего пять общественно-экономических, которые за всю историю человечество себя проявили и сейчас проявляют. Это первобытно-общенный коммунизм, потом рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. Ну, скажем, на сегодняшний день чем представлена коммунистическая общественно-экономическая формация? Она представлена группой стран, численностью примерно полтора миллиарда человек, куда входят на разных стадиях развития этой формации Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, КНДР, Куба и Лаос. Ну вот если мы посмотрим на то, в какой стадии коммунистическая и общественно-экономическая формация они находятся, то окажется, что почти все страны, о которых я сейчас говорил, находятся в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Кроме КНДР, в которой имеется общественная собственность и в городе, и в деревне, и поэтому она находится в первой или низшей фазе коммунизма. А низшая фаза коммунизма характеризуется тем, что во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном она носится отпечаток того строя, из которого вышел этот коммунизм. Поэтому, когда говорят о коммунизме в первой фазе, надо понимать, что это какой? Неразвитый, незрелый, неспелый, не вполне оформившийся еще коммунизм. И поэтому особенно его раскрашивать не следует очень сильно, хотя именно такая практика была. Все годы, когда КПСС умирала, она умирала с концепцией развитого социализма. А что такое развитой социализм? Это, ну, можно сказать, что это теоретический ляпсус, потому что пока это еще социализм, это низшая фаза коммунизма, он неразвитый, неразвитый коммунизм, и несет отпечатки буржуазного строя во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, говорил Маркс. И Ленин потом писал, Маркс говорил в критике годской программы, а Ленин в государстве революции. Я однажды читал лекцию в доме политпросвещения. Там было полторы тысячи человек. Зал очень, сейчас этот дом, пролетарская диктатура, дом 6, международный бизнес-центр. Это был дом политпросвещения Ленинградского фрома партии. И вот я рассказываю о том, что вот, и в рапстерном, и в умственном отношении, ну и чтобы подчеркнуть, что и в умственном отношении, говорю, дураков много. А там какой-то такой товарищ, энергичный, говорит, это и видно. Народ посмотрел, какая будет реакция, я говорю, и слышно. Ну и так мы с ним обменялись. С замечаниями народ повеселился и пошли дальше. То есть, с одной стороны, вроде бы никто это не выбрасывал, и никто не запрещал это читать. А с другой стороны, это просто игнорировалось, можно сказать, пропагандой. И, начиная с времен 1961 года, с того времени, когда из программы было партии, выброшено главное положение марксизма в диктатуре пролетариата. И проигнорировано то, что диктатура пролетариата как форма государства, или сущность даже государства, существует, пока не исчезнет необходимость государства. То есть, необходимость государства не исчезнет, пока есть классы. А классы есть, пока есть люди, различающиеся по положению в производстве, скажем. И пока есть различия между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. А это дело очень долгое. Поэтому никаких-то сроков перехода к полному коммунизму никто из серьезных, умных людей никогда не намечал. И даже специально подчеркивали, что такие вещи, как переход к какому-то строю, там, революции или войны, ну, кто может указать какую-то дату? Это как-то странно. Единственным человеком, который указывал даты, оказался Хрущев, с которого и начинаются разрушения социализма в СССР, который сказал, что вот мы построим первую фазу коммунизма через 10 лет, а через 20 лет построим высшую фазу коммунизма. При этом у него, так сказать, две сразу грубых ошибки. Коммунизм был построен в середине 30-х годов, задолго до того, как Хрущев стал первым секретарем. Поскольку общественная собственность образовалась и в городе, и в деревне, можно констатировать, что строй основан на общественной собственности, а никакого другого содержания. Утверждение о том, что это вот строй коммунистический и не содержит. Он основан на общественной собственности, и все. Все остальное отсюда уже вытекает. А с другой стороны, когда будет построена высшая фаза, высшая фаза, это как идею не строит, потому что как вы будете строить? Строй у вас уже коммунистический. Надо развивать то, что есть, и освобождаться от родимых пятен. От родимых пятен люди-то не могут избавиться, хотя их обещают быстро избавить от них, а потом могут появиться. А что касается общества, это процесс очень долгий, и никаких сроков здесь не может быть. Точно так же, как, скажем, вот сегодня в Китайской Народной Республике руководство заявило однозначно на съезде в 19-м, что переходный период у них будет 100 лет. Много это или мало? Ну вот у нас был переходный период в Советском Союзе 18 лет, с 17-го по 36-й или по 35-й можно сказать, ну по 36-й, 18-19 лет. Ну а если не столько народу, как в России 300 миллионов, миллиард 380, как можно утверждать, что это может быть быстрее, насколько быстрее? Если вообще там народ не голодает, если люди развивают так быстро производство, промышленность, там также есть многоукладность. То есть 55% государственный сектор, 45% капиталистический сектор. Там есть взяточники, которых они уже расстреляли 10 тысяч человек. И не так, как у нас борются со взятками, а очень решительно. С одной стороны. А взяточники это всегда какие-то чиновники. Обязательно чиновники, которые по долгу службы должны были бы, так сказать, осуществлять позицию той же самой Компартии Китая и так далее. С другой стороны, там есть миллиардеры, и есть очень длинный рабочий день, и есть ручной труд, которого очень много. И есть, с одной стороны, величайшие технические достижения. Скажем, вот эти наши все скоростные поезда, никакие не скоростные поезда, а тихоходы по сравнению с китайские, поскольку там на электромагнитной подвеске, то есть висит как бы в воздухе поезд, и он идет со скоростью 400 километров в час. А мы закупили какое-то старье в Германии, и вот идет этот самый Сапсан, а за ним идет Невский экспресс, про который мало кто знает, но он и раньше у нас был, и теперь идет с такой же скоростью, как Сапсан. Только зимой этот Сапсан начинает барахлить, он когда большой снежный покров, а Невский экспресс проходит спокойно. А поскольку мы связались с Германией в этом отношении, то мы надолго связали себя тем, что мы от них будем получать запасные части, они подбетавливают оборудование, в том числе электрооборудование, подвеску и так далее, и платим, платим и платим. Ну вот, значит, кроме самих формаций, имеются переходы от одной формации к другой. И надо сказать, что сама теория общественно-экономической формации, несмотря на то, что она вот так вот известна, и я ее кратко рассказал, на самом деле она глубоко не разработана. Почему? Потому что этим еще мало кто занимался, и это серьезная очень проблема. В частности, вот хочу вам привести такой пример. Россия, близкий нам пример. Россия в XIX веке. Какой был экономический базис в конце XIX века? В России. Я спрашиваю, какой был экономический базис в конце XIX века? Вы мне рассказываете, что XIX век закончился раньше, чем революция. Я знаю. У меня вопрос другой. Какой был базис? Наемный труд. А? Наемный. Что значит наемный труд? Ну, как называется? Я перечислил все формации. Какой формацией был базис? Какой способ производства был? Способ производства всего может быть первобытно-общенный коммунизм. Следующий это способ производства, это единство производительных сил и производственных отношений. Это экономический базис. Он развивается. Он развивается и совершает скачки. То есть переход от одного экономического базиса к другому. Какой был экономический базис? На выбор можно ответить только одним. У казачек? Какой из пяти? А какие пять? Это первобытно-общенный коммунизм. Не было, да? Уже. Дальше. Рабовладение было? Нет. Рабовладение было в Соединенных Штатах Америки в XIX веке. Еще. Вот они гордятся своей демократией, а у них в XIX веке еще было рабовладение. Вообще первая половина из Катянова была ликвидирована где-то в 60-х годах XIX века. А у нас крепостничество было. Так, теперь. За ровладением идет феодализм, феодальный экономический базис. После феодализма идет капитализм, капиталистический экономический базис. И после капитализма коммунистический экономический базис. Вот какой экономический базис у нас был, повторяю свой вопрос, в России в конце XIX века? Капитализм. Правильно. Капитализм. А где? А везде. То есть не только в городе. В городе, так сказать, он довольно сильно был развит, но и в деревне. Вот есть, была такая проблема, народники, полемики с марксистами, то есть полемики с Плехановым и с Лениным доказывали, что Россия пойдет своим особым путем. Она не пойдет вот по этой дороге, так сказать, от одной формации к другой. Она пойдет своим российским путем. Ну и какой, так сказать, путь. Вот путь этот связан с первобытной общиной и так далее. И вот народники это пропагандировали. Когда Ленин начал заниматься экономическими проблемами России, он написал такую небольшую работу по поводу так называемого вопроса о рынках. О том, что уже в России создан рынок для капитализма. Но это небольшая работа. А поскольку его по делу о создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса посадили в тюрьму, эта тюрьма находится на на шпалерной, на углу шпалерной и литейного. Он просидел там год и готовился к тому, что его потом отправится в ссылку. В ссылку его отправили на три года, ну как в аспирантуру или докторантуру, на три года. И он за эти три года написал работу, которая называется «Развитие капитализма в России», которая содержит огромное количество статистических сведений, а статистика была очень хорошая, в старшей России лучше, чем в нынешней России на сегодняшний день. Сегодня вообще трудно, что узнать, что у нас происходит реально в экономике. А тогда была замечательная его статистика. Он получал от своих родственников все эти статистические материалы, необходимую литературу и подготовил вот такой том. Это третий том полного собрания сочинений Ленина. Я бы сказал, что это одна из самых скучных книг Ленина, какие только есть, потому что там цифры, данные, факты и так далее. Не утверждение, что вот там вот есть капитализм у нас, а доказательства того и объяснение того, как в деревне проходило расслоение, как появлялись сначала полупролетарии, наполовину они уже работники, где-то они подрабатывают, а наполовину рабочие, а наполовину они еще собственники, то есть мелкие буржуа. И, наконец, образовался целый класс сельских пролетариев. Называются они батраки. Одновременно на другом полюсе в деревне образовался класс сельской буржуазии, которая называется как? Кулаки. И образовался средний класс, этот средний класс, который в просторечии называется середняки, а в точном научном понимании это мелкая буржуазия. Вот понятие мелкой буржуазии я хотел бы, чтобы вы запомнили и зафиксировали, потому что, как показывает мой опыт, никто почти не знает, что такое мелкая буржуазия. Потому что, скажем, в работах политических, ну вот Маркс и Энгельс об этом много пишут о мелкой буржуазии, но каких-то определений не приводит. У Ленина это определение в экономических работах как раз отсутствует, а есть в политических работах. И вот если человек подряд не читает, он может и не найти. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот точное определение мелкого буржуа. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А что значит мелкий хозяйчик? Это человек, имеющий в собственности средства производства. А почему он мелкий хозяйчик? Потому что он работает своим трудом, собственными средствами производства, но работает на рынок. То есть, если бы он работал просто для потребления собственного, то это было бы патриархальное хозяйство. А он работает для обмена, выносит продукты на рынок. И поэтому он представляет собой действительный средний класс. Почему? Потому что, с одной стороны, каждый мелкий буржуа, если он мелкий хозяйчик, хочет стать настоящим хозяйом, вырастите в люди. Правильно? И стать буржуа. То есть, нанять работников и пользоваться их трудом. При этом есть и переходные формы. То есть, какие-то мелкие буржуа нанимают работников, но преимущественно живут за счет своего труда. И трудно определить, это кулак или это мелкие буржуа, крестьянин. Почему? Потому что люди, так сказать, неглубокие, не знающие теории. Я думаю, что теории мало кто занимается вообще. И занимались мало. Поэтому не могли отличить, кто кулак, а кто не кулак. Вот увидели, что много коней там, или у него много коров, или мельница, и вот начинают думать, что это кулак. А вопрос о том, кулак данный субъект или не кулак, он определяется тем, преимущественно за счет какого труда он живет, своего или чужого. Вот если, скажем, были семьи, в которых было по 13 детей. И, так сказать, в основном родились мальчики, это, значит, 13 здоровых молодых мужчин. И отец работает с матерью. А они живут довольно зажиточно. И, может быть, они тоже привлекают какое-то количество наемных работников, ну, может быть, 3-4 человека, 5 человек. Но главное, главный доход, который они получают за счет собственного труда. Если они за счет собственного труда живут, значит, они не кулаки. И наоборот. Если они сами трудятся, а все кулаки сами трудятся, таких вот кулаков, которые бы не трудились, никто не видел. Чтобы они сидели и только командовали. Потому что это, так сказать, маленькие капиталисты, кулаки все равно. И вот если это люди, которые живут преимущественно чужим трудом, вот это уже кулаки. И кулаков примерно было 6% в это время. 6%. Значит, вот в 19 веке, как здесь совершенно правильно было констатировано, с последней парты, есть такое английское выражение, last but not least, последнее, но не по... Место, но не по значению. Так. Так вот, как было констатировано, в деревне капитализм, в городах тоже капитализм. Значит, базис в 19 веке в России какой был экономический, буржуазный, капиталистический, а надстройка? Кто? Какой класс стоял у власти? Какой класс стоял у власти в России в 19 веке? Вопрос простой. А? Аристократия, дворянство, федоров. Ну, это правильно. Я бы название взял другое. Класс какой? Помещики. Когда вы дворянству, их отношение к двору, так сказать, как бы указывается на это. А надо указывать на то, что они помещики, то есть у них есть, они собственники земли, и собственниками земли они оставались и до реформы 1860, 1861 года, да? И после 1861 года, то есть отрезали крестьянам земли столько, что они на ней воспроизводить себя не могли. Поэтому крестьяне должны были снова обращаться уже к помещику, вроде как к бывшему, арендовать у него. Ну, короче говоря, вот эта реформа 1861 года, 1861 года, крестьян не освободила, а помещиков от земли не освободила. Поэтому собственники, они земельные собственники, очень крупные остались, и поэтому говорить, что этот класс потерял экономическую мощь, никак нельзя, потому что он по-прежнему сохранял не только политическую власть, но и известную экономическую мощь. Вы хотите у меня на земле построить завод, давайте деньги, платите ренду и стройте, не дайте денег, до свидания. То есть, кто хозяин земли в деревне, и хозяин земли в деревне помещики, и они как были и остались. Поэтому надстройка была, следовательно, такая феодальная. Феодальная. И вот много написано на тему о том, что такое общественно-экономическая формация. Ну, и обычно, так сказать, идет речь о сложившейся уже формации, а если переход идет, я поэтому сегодня в этой лекции как раз хотел этот вопрос затронуть, потому что этот переход может занять столетие, правильно? Это не очень быстрое дело, переход от одной формации к другой. И когда идет переход от одной формации к другой, все смещается. Что получается? Получается, что формация, какая это формация, если базис капиталистический, а настройка феодальная. Вот скажите, пожалуйста, в какой формации находилась Россия в 19 веке? Вот вы правильно сказали, что да, вот у нас в городе капитализм, деревня капитализм. формация какая? Капитализм и становление. Нет. Ну капитализм и становление где? Вот капитализм и становление в деревне, как это вы берете экономическую его формацию, как называется? Становление, становление, может быть, завершение старой формации, умирание ее и возникновение новой. А какая формация-то? В рамках какой формации идет это становление? Становление может идти в рамках одной формации или в рамках другой. Чем отличается одна, отделяется одна формация от другой? Революциями. Буржуальная революция произошла или нет? Нет. Ну так если не произошла буржуальная революция, значит формация какая? Феодальная. Феодальная. И в рамках феодальной формации идет, возникает, развиваются другие уже отношения. Не просто производительные силы, а другие уже экономические отношения. Вообще-то такого что-то удивительного нету. А что коммунистическая формация она выскочила неизвестно откуда. Разве общественный характер производства не при капитализме развивается? При капитализме. А противоречие между общественным характером производственной и частной формы присвоения обостряется не при капитализме? При капитализме. Поэтому от того, что мы видим в целом, какая формация еще не значит, что тут есть покой и что тут не может быть скачка или революция. Значит, вот такая картина. А когда завершилась тем самым формация феодальная? Когда произошла буржуазная революция? В каком году в России? Неправда ваша? 11 февраль. А? 11 февраль. Это уже правильно. Февральская революция какой? Вот. 17. Значит, до февраля 17-го года в власти стояли феодалы. Ну и, соответственно, их, так сказать, вождь и царь царь. Монархия была. Так. Значит, что мы получили? Какой вывод? Что становление капитализма шло в рамках феодальной формации. Вот так и зафиксировать то, что вы одну сторону взяли, но надо посмотреть в целом. Значит, становление капитализма шло в рамках феодальной формации. Кстати, ну а когда совершилась буржуазная революция, когда у власти стала буржуазия, один важный вопрос, который относится к завершению буржуазной революции, а именно земельный вопрос, разрешился или нет? Получили? крестьяне землю или нет? У помечиков забрали землю или нет? Значит, буржуазия российская выполнила свою задачу как буржуазия. Буржуазия должна у прошлого класса отобрать собственность. Так? Ну, как скажем, во Франции отбирали, в Англии, а буржуазия отобрала? Не отобрала. Она решила поручить это сделать кому? Кому буржуазия получила отобрать собственность не столько прямо формально поручила, но фактически исторически поручила. Она поручила это сделать большевикам. Для кому крестьянство теперь обязано было? Вот если бы она забрала землю и разделила бы землю по едокам в феврале 1917 года, то крестьянство должно было бы идти за кем? За буржуазией. За буржуазией. Буржуазия этого не сделала. Не сделала она по той простой причине, что она трусливая такая буржуазия, потому что сейчас мы отберем землю, начнем мы отнимать собственность, потом у нас отнимут собственность. Побоялась. Дескать, не будем отменять собственность. Из других стран такие явления были. Например, в Чили Альенда, который у нас тут писал в журнале за рубежом, что он против диктатуры пролетариата, социализм без диктатуры пролетариата, то есть он не был в точном смысле коммунистом, но, так сказать, проглашался социалистом. И вот они победили вроде на выборах в Чили, партия социалистическая получила большинство мест в парламенте, а буржуазия вооруженная, имея в виду, что государственный аппарат весь остался буржуазным, она наблюдала, что будет делать Альенда. Альенда стал отбирать собственность земельную. У меня лекция после лекции позвали. Стал отбирать земельную собственность. У кого? У помещиков. Как буржуазия к этому отнеслась и весь буржуазный класс и соответствующий государственный аппарат, потому что уже парламент был в руках социалистической партии, а весь государственный аппарат был в руках другого класса, буржуазного класса. Ну, вот этот класс смотрел, пока Альенда доводил до конца буржуазную революцию, потому что несподручно было самим забирать у помещиков землю. Вот когда земля у помещиков была отобрана, и то есть буржуазная революция доведена до конца, и социалистическая партия эту задачу разрешила, ну, вот после этого, этого самого Альенда застрелили, и на этом его революция закончилась. И все. То есть он задачик, никакие задачи социалистической революции не решил и не решал, и надо сказать, что уже после 2014 года все социалистические и социал-демократические партия не являются партиями рабочего класса, а являются партиями буржуазии. Вот такая картина. Значит, хорошо, значит, вот мы обнаружили, что переход, переходный период оказался в руках, оказался в лоне буржуазной формации. Спрашивается, а как тогда определить тогда, какая же формация, по какому критерию, кто может сказать, по какому критерию узнать, какая это формация, буржуазная или феодальная. То есть, хорошо делить на капитализм, там, пустим, коммунизм, феодализм, когда они уже готовы, завершившие, а не когда идет переходный период. А когда, в рамках какой формации совершается этот переход? Он же не на небе совершается, не отдельно от формации, а в рамках какой-то формации всегда. Правильно? Например, если вы возьмете социалистическую революцию, что она поменяла в экономике 25 октября, 7 ноября 17-го года? Что? Ничего не поменяло. Ничего не поменяло, потому что базис, задачу буржуазной революции, она решила очень быстро, издав декрет о земле, а в плане движения от капиталистической формации к коммунистической что? Настройка стала коммунистической, диктатура прорезрята в форме советов, а кроме настройки что? А ничего. Когда стала собственность общественной? Когда можно было бы сказать, что уже построен коммунизм в первой фазе, когда общественная собственность появилась в России, в СССР на средства производства? После проведения коллективизации в середине 30-х годов, а значит до середины 30-х годов шел переходный период. А национализация когда проведена была? то есть обращение средств производства не всех причем а основных не всех никто не собирался все национализировать. она была проведена когда? В 19-20-х годах до национализации? Ну, мы не знаем сами, мы не местные. Национализация была проведена в 18-м году в январе. А что было до национализации? От национализации? А ничего и не было. Какая была экономика, такая оставалась. А после национализации что, она перестала быть капиталистичной? Нет. А что это? Это только такой акт. Теперь не изложены, как говорится, ряд капиталистов не изложены, а производство идет в общественных интересах? Развивается или нет? Общественная собственность о чем себя выражает? Не в названии, что это вот, скажем, вот это предприятие это общественная собственность. Давайте вывески поменяем все и будет общественная собственность. Или мы как экономисты понимаем, что надо чтобы производство шло в общественных интересах и в городе и в деревне. А это произошло как вы совершенно правду. Правильно заметили, только в середине 30-х годов. А до этого в России было 5 укладов. Начиная с самого старого. Патриархальный уклад. Производили люди, никуда не обращаясь, никаким магазином, ничего не продавая. Пряли на прялке, если нужно было иметь нить. Ткали вручную. Да? Ну вот правда за солью ходили в магазин и может быть за подсолнечным маслом. и все. И в основном больше ничем и на рынок ничего не выносили. патриархальный уклад. Следующий уклад более высокий это мелкобружатный уклад, мелкотоварный, когда производят для обмена. Произвели зерно, продали и купили то, что надо. овощи может быть мясо, молоко продавали, яйца. Дальше следующий уклад это госкапитализм. Это что такое? Это национализировало эти предприятия, но они как? После национализации как они стали работать? А как раньше работали? Только капиталиста нет, а директор есть. А работают и как? Ну как работали? Допустим вы стали директором такого предприятия, который не ваша а государственная и что? Ну вы пришли и спрашиваете а что делать? А делайте что и раньше делали. То есть где вы покупали раньше сырье там и покупайте. А куда отправляли? А куда? У нас хозяйственные связи не разрывать чтобы не было разрухи. А куда отправлять на рынок? Ну да отправляйте и продавайте и все. А что мне делать с доходом? А прибыль государственная. Зарплата не входит в прибыль? Не не входит. Стали делать надувать себе зарплату. А что делают сегодня наши государственные предприятия которые ни по какому плану сейчас не действуют у нас? Государственных предприятий очень много и они большие. И у нас 90 простите 70% ВВП в России производится на государственных предприятиях сейчас. То есть все время доказывали Путин и Медведев перезвоним после лекции. Значит от того что вы национализировали и вывеску нарисовали что это государство можете написать социалистическое можете коммунистическое написать что будет правильно как бы оно принадлежит всему обществу но оно действует в чьих интересах и вот нынешние государственные предприятия никакого плана нет в рамках вот этой монополии 70% у нас вот в Китае государственные предприятия 55% но там есть планы пятилетние и они подчиняются общественным интересам в России никаких планов нет или иногда говорят вот в послании президента содержится план это план ну допустим а если бы это Сталин был в речи Ленина содержится в речи Сталина содержится план и в речи Ленина может быть план план не может быть такой план совсем другой план это система заданий участников производства выражающих интересы собственника если собственник скажем класс капиталистов ну значит должен быть план в интересах класса капиталистов в России правильно есть такой план нету такого плана если это скажем крупная монополия там того же Дерипаски или там Лисина так это крупная монополия там план обязательно есть а если государственная монополия у нас 70%, то говорят, давайте поддержим мелкий бизнес. Вы план-то составьте на свою монополию и реализовывайте свои интересы. А поскольку план не составлен, а есть отдельные разрозненные программы, на которые отдельные деньги выделяются, то можно отдельно откачивать эти деньги из разных программ. А если я работаю директором государственного предприятия, и оно в таком состоянии, как сейчас в России, могу я увеличивать зарплату работникам этого предприятия? Могу? Могу я увеличивать. Поэтому, скажем, если возьмете Роснефть, то члены правления там получают по 24 миллиона. Месяц, месяц. Вот вам дать 24 миллиона, не знаю, что с вами будет. Он отнимет сразу, бросится и отнимет половину. Или все. И неизвестно, как вы себя поведете, если вам дать 24 миллиона. Но лучше, если бы 30 или 31 миллион. Ну, как бы в день по миллионам. Ну, я думаю, что у Гастанина Сечина и побольше, конечно. Потому что я беру ТП у членов правления, да и то у меня не самые свежие данные. Вот. Ну, другие победнее, например, если вы возьмете Газпром, там 15 миллионов в месяц членов правления. В РЖД это бедняки, и середняки там у них по 5 миллионов. Ну, чтобы вы не боялись 5 миллионов. Идите в Газпром, члены правления. 5 миллионов в месяц. И что получается? Это же затраты, как бы, издержки производства, да? А прибыль, честно, все отдают государству. То есть, можно все перекачать в зарплату, да? Вроде как прибыли не будет. Или как Грудинин выступал, рассказывал для неквалифицированных людей, что у нас, мы, говорит, никаких дивидендов не выплачиваем. Что такое дивиденды? Это вот сколько надо выплачивать собственникам акций разных пакетов. Мы не выплачиваем. А как, почему не выплачиваем? А мы от трои договорились. У меня, если я Грудинин, 44%, это у вас еще по 5. Получается 10. 44 и 10, 54. А вот эти сидят и жаждут, когда у них будет дивиденды. То есть, денежки, часть прибыли, которые они как акционеры получают. Но у нас все решается по законам акционерного общества. У нас зал. Вот, мы собрали собрание, на которое вы тоже можете прийти, но ваши позиции никого не волнуют, потому что у нас контрольный пакет. 54. Мы решили не платить дивиденды. Ну, кое-что мы на какие-то общие нужды. Денежки потратили. Жанн Михайлович, лекция, после лекции позвонил. Вот. Потратили мы какие-то денежки. А остальное, а что с остальной делать с этой всей массой? Я думаю, так, мне надо самую большую зарплату сделать. Оформить это как мою зарплату, не как прибыль. Прибыли у нас как бы и нет. Поэтому и не заглядывайтесь на прибыль. Нет ее. Мы ее скрыли в виде зарплаты. Мне большая зарплата, вам и вам. Но вам двоим столько, сколько мне одному. Это будет по-честному. Потому что у меня 44%, а у вас все у двоих 10. Это я вот даже вас приподнял. Но это чтобы вот с этими что-то побороться, чтобы они этот рот не развивали. А то они, мы акционеры, там, то, сё. Акционеры, ну и хорошо. Вы сдали деньги? Сдали. Молодцы. А мы хозяйство. Потом если я нибудь рекомендуюсь, продам свои акции, побороться за права миноритария, потом вас не берут оплату. Да вы до дома не дойдете сегодня. Вы что, не знаете, как опасно ходить в темноте? Не спать от этого акции, да? Не забывайте, да. Тем более такие, вот, ты озвучили такую вещь. Он уже сидит за такую вещь. Так что, мне-то все равно, или у вас было, или у него было. Боритесь потом, сколько угодно. Если вы живы, останетесь. Ну, капитализм, а что вы хотите? Что, разве не убивают за деньги-то? За деньги-то убить-то. Причем, как делают современные убийцы? Это не то, что раньше там искали. Они оружие оставляют. Надевают перчатки, бросают оружие. А потом 10 лет ищет, кто убил. 15. Потом думают одни, а совсем другие. И так далее. Вот сейчас такая картина у нас, государственный сектор. Поэтому, если кто хочет представить себе, какая у нас была картина в советское время, в переходном периоде, так называемый госкапитализм. Вот такая была картина. Такая картина, что, с одной стороны, это государственные предприятия, а с другой стороны, они не подчиняются общественным интересам. Они как хозяйствовали, так и хозяйствовали. Что производили, то и производили. А зарплату они себе накачивали большую, а, соответственно, прибыль, которая переходила государству, маленькая. А прибыль вся государство. Когда она осталась, она вся государство. Но это госкапитализм. А дальше идет коммунистический уклад. Это те предприятия, которые уже по плану действуют в общественных интересах. Он был сначала маленький. Когда у нас появился первый план? В каком году? Когда началось планирование в советской России? Вне из Японии. Или из Франции? Кто здесь? Ну, как это событие же, появился первый план вообще. Это вообще в мире первый план, когда появился. Если бы не появился первый план, не появился бы первый человек в космос, первый спутник тут. Так что это тоже делалось по плану, а не просто так. Но вот первый план появился у нас в 20-м году. План ГЛРО. Это вы слышали. И этот план не вполне план. Почему? Потому что он первый. Какой он вполне? Он же не очень директивный. Потому что план – это система заданий участникам производства, которые подчиняют производству общественным интересам. А это такой вот план для всей страны. А каких-то конкретных заданий предприятий еще не было. А конкретные задания стали появляться постепенно и появилось. И первая пятилетка у нас – какой год? 28-й. В конце 20-х годов появились первые пятилетние годовые планы. И годовые пятилетние планы с разбивкой по годам. Вот. Это уже было планирование народно-хозяйственное. И тогда уже, и тогда уже, вот когда эти планы охватили этот сектор, который был до этого госкапиталистическим. Почему так назывался? Да потому что он вроде как и государственный, но ничего такого социалистического нет. Но это государственные, можно их направить по плану. По мере того, как переходили эти государственные предприятия, включались в общий процесс планомерного развития, таял госкапиталистический уклад и, соответственно, вырастал социалистический уклад. А что касается мелкобуржуазного уклада, никто его вообще не занимался особенно. Если вот ваше предприятие будет социалистическо производить больше продуктов и лучше, чем у меня, я разорюсь. А если хуже, чем у меня, я не разорюсь. Поэтому никто, например, НЭП не думал закрывать. Просто частные предприятия, те, которые производили ту же продукцию, что государственные, поскольку государственная продукция на современной технической основе индустриальной производилась, она дешевле. А раз она дешевле, то рынок как решает вопрос? Не буду я покупать. Вот вы моложе и красивее, чем я, а к вам не пойдут у меня купить. Потому что у меня пирожки в два раза дешевле. А у вас, на вас хорошо посмотреть, когда мимо идешь, а потом идут мимо вас прямо ко мне и покупают у меня пирожки. И все. И закрылся этот мелкобуржуазный уклад. Сам закрылся. Вот умер, можно сказать. Экономически умер. Ну, как и положено в капиталистическом обществе. Правильно? В капиталистическом обществе как? Конкуренция решается. Или я вас съем, или вы меня съедите. Но только конкурентом здесь выступило уже социалистическое производство. Плановое социалистическое производство, конечно, конкурент для мелких бургазей страшный. С ним соревноваться бесполезно. И эти пять укладов, которые у нас существовали в переходный период, исчезли уже когда? К началу 30-х годов. Все. Но они не исчезли еще в деревне. А в деревне прошла коллективизация. И вот к середине 30-х годов и там тоже сложилась такая ситуация, что появились колхозы и совхозы, которые тоже имели планы, встроенные в систему планирования. И все производство стало подчиняться общественным интересам. А это не название общественной собственности, а содержание общественной собственности. Если все производство подчиняется общественным интересам, значит собственность общественная. Значит, коммунизм, коммунизм. А какой? Незрелый, конечно. А незрелый коммунизм как называется? Социализм. Ну, социализм появился у нас. Хотите, говорите, коммунизм появился. Хотите, говорите, социализм появился. В середине 30-х годов России. Точно так же можно сказать, что начиная с 61-го года, с отказа от диктатуры Уртриата, у нас начался переходный период от коммунизма к капитализму, который завершился в 1991 году. И можно сказать так, что вот, это другая информация у нас, уже не коммунистическая сейчас, а буржуазная, тоже переходный период. И смотрите как, переходный период от капитализма к коммунизму у нас был 18 лет, а переходный период от капитализма к коммунизму 30 лет. Уже в 91-м году уже был такой, у нас капитализм вполне сложившийся. Новое общество, как сказали. А что такое новое? Это забытое старое. Сейчас уже все видят, что оно такое же забытое. Действительно старое, ничего такого в нем нового нет. Какой у нас в этом новом обществе принцип теперь? Самый главный какой? Приоритет каких интересов? Какой у нас принцип? Я хочу быть принципиальным человеком. Скажите мне, какой у нас принцип самый главный в нашем обществе в российском сейчас? Ну, я и лучше знаю. У нас, например, профессор Рященко говорил, так, деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, паршивый сволочь. Но принцип, это у вас так все правильно излагается, но надо красиво принцип подать в общество, чтобы гордиться. У нас принцип приоритета интересов личности. Как бы все вот думают о вас. И о вас тоже думают. Только лично о вас. И о вас лично, и обо мне лично. Вроде как, всех личностей, приоритет интересов личности, выглядит он красиво, но получается, что каждая личность должна прежде всего заботиться о ком? О себе. Вот правильно. Вот о себе. И вот стал я министром. Как о Люкаеве. О чем я должен позаботиться, если я стал министром экономики? Скажите, пожалуйста. О себе. Ну, я и заботюсь. Вас это удивляет? Нет. Нет, ну я не то, что ничего не делаю для страны, я что-то делаю. Чтобы о вас хорошо сказали, потому что вы о себе забыли. Ну, правильно. Вас тоже уже можно делать, возможно, министры. Потом вы и раньше выйдете, а деньги уже у вас дома будут. Там уже все не отнимают сейчас. Это раньше, в мрачные годы тоталитаризма конфисковали у всей семьи. А так, ну, у вас конфискуют что-то, а остальное останется. Вы как бы были на заработках в правительстве. А потом в тюрьме. Ну, мы потом вышли из тюрьмы. И еще прекрасно будет все жить хорошо. Вот Улья Каев пошел пока в тюрьму на заработки. То есть, понятно, что принцип другой. И его закрепили так, что даже на конвертах пишут. Что сначала пишут? Вашу фамилию, да, а потом что надо писать? Потом улиц, дом, улицу. И в конце там Россию. Обойдется Россия, правда? Так пишется? Конверт. Почему? Сначала же страна пишется. Где-то вы такие конверты взяли? Купите мне такой конверт, я его буду хранить. Мне все время покупаются такие конверты, чтобы все наоборот. Купите. Подарите мне конверты. Какие паспортные? Я говорю, в паспорт. Конверты никто пользуется сейчас конверт. Как это? На почту письмо отправляют. Вот подтвердите, он нам не верит. Как вы с ним сидите, я не знаю. На столе. Вы что обманываете девушек? Что вы? Вот, он хочет вас обмануть насчет конвертов. Андрей, тебе что, мама письма не пишет? Ты что, маме не пишешь? Ты что, ей тоже не пишешь? Он никому не пишет писем. Зазнался. Он сидит на первой парте, зазнался. Все, Андрей. Ну, смотрите, вот дойдете вы до экзамена, там будет остановка в вашем пути. Ну, я не угрожаю, конечно, просто шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Только в каждой шутке. Так, ну вот мы с вами разбирали вопрос о том, что не так просто определить, в какой формате находится. И что это? Сейчас вот люди, если и спросят, скажем, говорят, сейчас нет социалистических стран. И путают все время такую простую вещь, как страна социалистическая и страна, построившая социализм. Построивших социализм стран было много в европейской части. Вот давайте будем перечислять. Советский Союз построил социализм? Построил. Чехословакия построила? Построила. ГДР построила? Построила. Так. Румыния построила. Болгария построила. Польша построила? Не построила. Потому что в Польше не было коллективизировано сельское хозяйство. Поэтому она и не была страной, построившей социализм. Теперь там произошла контрреволюция, реставрация капитализма во всех этих странах. В Алмане тоже был построен. Нет, там не был построен социализм. Был? Был, да. Хорошо. Значит, вот Албания еще, да. Тоже реставрирован там капитализм. А теперь возьмем Восток. А Восток там другая картина. Значит, в Китае построен социализм? Нет. Какой там период? Там социалистическая страна, социалистическая. Когда страна называется социалистической? Когда произошла социалистическая революция? То есть, когда установилась надстройка. Как только надстройка установилась социалистической, тогда она называется страна социалистическая. А построивший социализм Китай является? Не является. А Вьетнам является? Там 90 миллионов человек. Не является. Там переходный период от капитализма к коммунизму. Единственной страной, которая на сегодняшний день является социалистической, не только в смысле названия, она в смысле того, что построен социализм, страной, которая построена социализм, это Корейская Народная Демократическая Республика. Там коммунизм в низшей фазе построен. Со всеми, так сказать, чертами этой низшей фазы, как мы и говорили, с родимыми пятнами капитализма. Но частной собственности там нет. Все это делается по плану, по единому и на государственных предприятиях. Но это и видно, потому что если бы там не было единого плана, конечно, построить такую науку высокую, технологию высокую, которая позволяет производить ядерное оружие и ракеты, может только страна, которая имеет в своем распоряжении плановое развитие. Точно так же, как, скажем, весь военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, конечно, он планово развивается, безусловно. Так, ну вот теперь, как же определить, вот теперь, какой-то критерий, как сформулировать, как узнать, является ли страна, является ли, какой информацией относится страна, вот общий критерий какой-то, можете сказать? Анализировать-то мы можем, анализировать это, разлагать. Анализировали, анализировали, и как вот узнать, какая страна? В каких руках находится собственность на средство производства? Вот вы видели, что в руках была собственность на средство производства уже буржуазии в 19 веке, а страна была феодальная, формация была феодальная, не получается. Нельзя по этому, по этому критерию не получается. Это когда уже у вас устоялись, вот уже не переходный период, а уже готовые формации, тогда да. А если еще идет переход, то тут непонятно. Какая была революция? А в чем смысл политической революции? Впереди это, но информации. Нет, смысл это уже, смысл социальной революции, а политической революции, ничего не происходит, от никакого перехода от одной формации к другой, только от политической революции. Смысл, еще только идет политическая власть. Так вот, ну вот я, значит, могу вам сказать, отдать ответы на этот вопрос, непростой. Что отнесение общества к той или иной формации, классовых обществ, пока классы уничтожены, идет по критерию, кто, какой класс находится у власти. Это не противоположно тому, что вы сказали насчет революции. Вот пока класс находится у власти феодальный, это все еще феодальная формация. Хотя в рамках ее развивается капитализм, да? Или, если у власти находится рабочий класс, а базиса вообще даже никакого нет, общественной собственности нет вообще, и национализации еще нет. 25 октября 1917 года, что изменилось в экономике? Да ничего не изменилось. А класс стоит у власти. А почему вот этот критерий может быть применим? В чем такой фокус? Что вот если класс стоит у власти, то значит формация этого класса. А дело в том, что понятие классов, понятие не политическое и не идеологическое, а понятие классов сугубо экономическое. Сугубо экономические. Классы – это такие большие группы людей, которые разделяются по положению в производстве. Разделяются по положению в производстве. Можно как вот разделять людей? Можно по полу. Есть женщины, есть мужчины. Можно по возрасту. Есть пожилые, есть молодые, есть дети и так далее. Есть деление. По цвету волос. Блондинки, блондины, шатены, брюнеты, брюнетки. Да? Тоже деление. Можно по месту жительства. И получится так. Москвичи, ленинградцы, жители деревни, жители города и так далее. То есть разные есть принципы разделения. А вот то открытие, которое сделали французские буржуазные историки Тьерри, Менье и Гизо состоит в том, что они открыли классы. Они открыли классы, не вообще классы, классифицировать можно по разному принципу. Такие классы, которые классифицируют людей по положению в производстве. Отличаются по положению в производстве. То есть большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. Развернутое определение классов имеется в работе Ленина «Великий Пачин», где он пишет, что это классы, это большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. Раз. По отношению к средствам производства, в большей части закрепленному и выраженному в законах. Второй признак. Третий признак – это по роли в общественной организации труда. Одни управляют, другие подчиняются. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Это четвертый и пятый признак, параметр. А место в исторически определенной системе общественного производства в городе, это производство ведется, или в деревне. Вот таких пять признаков. Но это раскрывается положение классовое. А если мы это не будем раскрывать, а наоборот соединять, то по положению в производстве. Ничего тут, ни в одном этом признаке нет ничего от надстройки. Потому что даже вот тот принцип, который говорит о собственности, а собственность берется в экономическом смысле. Не обязательно, чтобы было закреплено в законах. Это по большей части. Закрепленное в законах, но может быть и не закреплено в законах. Важно, кто фактически имеет собственность. Надо выяснить там еще один вопрос. А кто открыл классы? Кому принадлежит честь открытие классов, как вот такой категории, которая позволяет изучать историю? Не допустим. Не допустим. Потому что до Маркса задолго классы открыли французские буржуазные историки. И открыли они классы не случайно. Вот надвигалась буржуазная революция. То, что она надвигалась, это ощущалось не только идеологами буржуазии, но и ощущалось и идеологами феодалов, класса феодального. И феодалы, упреждая возможные действия, связанные с буржуазной революцией, стали теоретически, или пытались теоретически обосновывать, что управлять могут кто? Не всякие там разные люди, а кто? Как вы думаете, кто должен управлять с точки зрения феодалов? Не знаете? Благородные должны управлять. Вот если у меня папа граф, то я должен управлять. У вас кто папа? Граф. Граф, значит, мы с вами управляем. А у вас тоже папа граф? Тоже папа. Вот мы с вами трое будем управлять. А эти пусть тогда подчиняются все. Да, да. А тоже граф я у вас? Ну, хорошо. Тогда мы и будем управлять. А те группы остальные, все, которые на экономическом фокусе будут у нас крепостные крестьяне. Вот это хорошо, да? Но нашлись идеологи буржуазии, фамилии их известны. Тьерри, буржуазные историки. Минье и Гизо. А вы незаслуженно хотите Марксу приписать. Маркс, он крупный ученый, он не нуждается в дополнительных приписках. Зачем его приписывать? Что вы считаете, что то, что он сделал, недостаточно для того, чтобы оставаться крупным ученым? Тьерри, Минье и Гизо. А этих вы хотите, этих буржуазных? А знаете, почему вы их не хотите признавать? Потому что у вас папа граф. Вот в чем дело. А зачем признавать буржуазных ученых, если папа граф? Я бы тоже не признавал, правильно? И вот эти Тьерри, Минье и Гизо стали доказывать, что любые представители, они вывели эту категорию классов и стали доказывать, что представители каждого, любого класса могут участвовать в управлении. То есть, вот эти произведения французских буржуазных историков предшествовали великой французской буржуазной революции. Буржуазной. Но Маркс занимался революцией уже пролетарской, социалистической. Хотя и он про это писал. В частности, он специально писал в письме Квейдемейеру, что это не я открыл классы, их открыли буржуазные историки. А буржуазные экономисты, имеется в виду Адам Смит, Рикардо, они эту теорию классов раскрыли, экономическую анатомию классов. Задолго до меня. А то, что я сделал, говорит Маркс, это сводится к трем пунктам. Что вся предшествующая история была историей борьбы классов. Что эта борьба классов ведет к диктатуре пролетариата, и что эта диктатура пролетариата является собой переход к обществу без классов, к коммунизму. Вот и все, что сделал Маркс. И он это изложил в этом письме. Чтобы никто, в том числе и никто из конфликтологов, ему не приписывал то, что он не делал. Он знал, что найдутся такие конфликтологи, у которых папа или мама граф, которые будут, чтобы принизить буржуазных историков, они готовы даже восхвалить и пролетарских ученых, таких как Маркс. В чем проявляются вот эти самые интересы феодалов, этого реакционного класса, который до сих пор у нас еще сохраняет позиции. Тем более, сейчас уже некоторые начали вспоминать, а некоторые начали покупать всякие дворянские звания. Вы знаете, что некоторые наши буржуа просто приобретают себе титулы и звания. На всякий случай. Может быть, дальше еще пойдем. Уже к буржуазному строю перешли от коммунизма. А почему не перейти к феодализму? Это неплохо будет. Балы будут хорошие, красивые. Посмотрите, какие здания у нас хорошие. Вообще, это все построено в период феодализма. Надо все это вернуть феодалам. Вот это все самое красивое. Таврический дворец. Теперь возьмите вы Смольный собор. Это же тоже при феодализме построено. А Исаакиевский собор тоже при феодализме. Вообще, все, вот пойдите по Невскому, там все какое-нибудь лето, лето, лето какого-нибудь графа или князя. Это незаслуженно буржуазии захватило. Надо отобрать, вернуть обратно. Вы не против такого? Ну вот, видите, мы уже нашли общие точки соприкосновения. Надо сделать, сумели же сделать все-таки люди буржуазную контрреволюцию, надо сделать еще феодалью контрреволюцию и будет хорошо, будут красивые здания строить. А сейчас все с недоделками, да с недоделками, продают. Потом они падают, краны падают. Все это погоня за деньгами. А при феодализме за красивым была погоня, а не за деньгами. Правильно? Зачем нам эти деньги? Нам все крестьяне принесут и грибочки, и варенье. Все будет вскопано, и засеяно, и выращено, и убрано. Правильно? Ну, кто не будет убирать? Ну, на это и наказание было хорошее. Секли плетьми. Не улыбайтесь, потому что никто, никого это не обойдет, если наказание, если не будет работать. Очень хороший строй. И не надо никакой этой демократии, там, выборы здесь в трассе. Все по-честному. Вот если вот дворяне, они управляют. А если вы не дворяне, ну, вы починяетесь. Что тут непонятно? А? Почему я дворяне, но я не дворяне? Что? Почему я дворяне, но я не дворяне? Ну, по рождению. Все, по рождению уже раньше было. Сейчас по рождению передается экономическая власть. Не расстраивайте. Если вы будете миллиардером, у детей ваши будут миллиардеры. Это еще круче. А на эти деньги вы купите целую фракцию в Думе и получите еще и политическую власть. Сейчас хорошо. Капиталистам хорошо быть. Не расстраивайтесь. Но крупным, конечно. Если мелкие вы капиталисты, то вас задушат конкуренты. Так что уж становитесь крупным сразу. Я не знаю, как это сделать, но мечтать-то я никто не мешает. Вот такая примерно получается картина. Картина получается такая, что вот этот вопрос, который мы сегодня обсуждали, он в литературе вообще почти не рассмотрен. Почему? Потому что говорят о готовой формации, когда уже базис, настройка, все. Или капиталистическая формация, экономический базис, капиталистический, и настройка буржуазная. Все, так сказать, получается в целом. Феодальная тоже. Базис феодальный, крепостничество. На феодальном базисе находится настройка и так далее. И также социализм, коммунизм рассматривают тоже в готовом виде социализм. Есть государство рабочего класса, есть общественная собственность, на средства производства, и все в порядке. А вот мы с вами сейчас рассмотрели такие сложные моменты, без которых не понять историю. А если не понимаешь историю, не заметишь, как окажешься в другой формации. Некоторые наши товарищи, которые, скажем, мы его возраста, которые жили в это время, на переходный период, они даже и не заметили, как они из социализма, причем не просто социализма, о котором писали развитой социализм, мы оказались вдруг в неразвитом капитализме. Довольно отсталым, с разрушенной промышленностью, который качает нефть и газ на запад, в котором медленно развивается технический прогресс, темпы роста, в котором близки к нулю, тогда как в обычной капиталистической стране, которая не назад пошла, а продолжает идти своим путем, темпы роста в США в 2,7 десятых. Конечно, в Китае больше, там 7,2 десятых. Скажем, такой уже нет картины, что мировой кризис, какой может быть мировой кризис, когда уже начиная с 17-го года, есть такая часть мира, которая не является капиталистической, там просто кризисов нет. Нету кризисов. И не было. И они развиваются все спокойно. Причем без всяких политических каких-то поворотов или политических событий идет более быстрое экономическое развитие Китая. И на этом фоне мы видим, что проявляется явление, которое даже Ленин не видел и не мог видеть, и не знал, потому что он говорил о том, что при империализме есть разные группы империалистических хищников, которые борются между собой и грабят остальные страны. А у нас осталась одна группа хищников империалистических во главе с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны. Такой такой группы нет. Япония побежденная страна, армию ей не разрешается создавать. Германия побежденная страна, побежденная прежде всего Советским Союзом. То уже нельзя ей армию создавать. Франция, если она вздумает что-то самостоятельное делать, закупать какие-нибудь, делаясь вертолетоносцы для России, ей объяснят, что надо деньги верните, а вертолетоносцы отдайте Египту. И так далее. То есть командует одна империалистическая страна, которая, если скомандует, то может уничтожить одну страну, вторую страну, третью страну. В Югославии бомбили несколько месяцев, никого не спрашивали. Страны НАТО по команде Соединенных Штатов Америки. Ирак. Показали пробирочку. Колин Пауэлл пробирочек. Якобы там вот средство массового поражения сильнейшее. Как потом выяснилось, это фейк оказался. Это обман. Просто такой обман на уровне международной государственной политики. Прилетели, начали бомбить, уничтожать Ирак. Уничтожили светское государство Ирак. И после этого появился ИГИЛ. Потому что ИГИЛ появился на почве развития уже отсталых летений в исламе. А это было светское государство. И теперь это не светское государство. Это уже исламское государство. Следующее светское государство, на которое напали демократическое светское государство, ливийская арабская народная социалистическая джамахерия. Ничего там социалистического не было, потому что это было предприятие, экономика которого принадлежала в основном иностранному империалистическому капиталу. Но за те деньги, которые они выручали от продажи своего сырья, они сделали бесплатное образование, бесплатную медицину. Молодежь, которая женилась, получала жилье, на льготных условиях и так далее. Прилетели, разбомбили, уничтожили. Где государство демократическое, буржуазное? Нет его. Вообще нет никакой ливии, нету как государства. Зато есть беженцы, которые бегут работать в Германию, потому что Германии нужны новые руки. Вы не идете в Германию работать? Возможно. Нет, у нас папа графа какой-то. Зачем? Ну вот если разбомбят Петербург, тогда придется ехать в Германию. А куда они вас? А? Знаете, Петербург, когда там был выжить, наверное, сидеть такие. Ну это само собой. И речь идет о тех, кто выживет. А вы сомневаетесь, что вы выживете? Я выжил. Я тоже думаю, что вы выживете один из всех нас. И поедете работать в Германию. Там в Европе нужно эти горшки мыть, туда принимают. Поэтому, скажем, из Латвии, в которой было полтора миллиона, уже 600 тысяч уехал в эту самую Европу. И что они делают? То же самое, что делают у нас гастарбайтеры. Вот вы выйдете из дома сегодня утром, вы видите, идут, гастарбайтеры выбирают мусор, подметают кругом. Русских почти нету, да? Вот. Строители. Там, где нужно, подними, поднеси, и, возможно, вы упадете. А поскольку ничего не оформлено толком, то никто вам платить бюллетень никакой не будет, а сторону вас оттащат, и все. Если что. А вы сам как хотите, так и спасайтесь. То есть, вот такая картина на сегодняшний день в современном мире. Поэтому вот этот, надо вопрос этот о формациях доводить до современности и видеть, что капиталистическая формация, как умирающая. Ну, знаете, как человек, когда умирает, он такие странные делает поступки, которые могут кого-то убить, застрелить, уничтожить и так далее. Как называется такая политика, когда целые страны на международной арене уничтожаются? Называется это фашизм на экспорт. Почему? Потому что никакое тут право не действует для этих людей. Международные, все попираются в международные нормы демократические, и получается открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал это банковский, сращенный с промышленным. Вот в чем особенность экономики. А банки, прежде чем выдать кому-то кредит, они выясняют все, что касается самой этой, самой, так сказать, той компании, которой они кредит выдают. То есть они все знают, и поэтому всем могут управлять финансовый капитал. Поэтому им вообще-то демократия это не нужна, и вот были сделаны попытки в целом ряде стран, и наиболее сильная попытка была в Германии, освободиться от этой буржуазной демократии и начать править напрямую путем террористической диктатуры. И эта попытка осуждена, как показала история, так можно и капитализм потерять. Поэтому лучше демократия. Демократия буржуазная гарантирует сохранение власти в Гуржуазии. Правильно? Гарантирует. Почему? По закону, который Маркс открыл с Энгельсом. Раз буржуазная экономика, то идеология буржуазная. Раз буржуазная идеология, значит большинство людей будет голосовать за буржуазную партию. Зачем тогда эта суета? Все будет хорошо, на выборах все будет отлично. Кто победит на выборах? В следующих выборах кто победит? Ну кто сейчас во власти, тот и победит. Правильно? Сейчас позвоню вам, сейчас заканчиваю. Так, ну вот на этом мы сегодня лекцию нашу закончим. Она довольно-таки сложная. Никакой особенной там большой литературы по этому поводу нет. Хотя, вот я могу одну порекомендовать вам свою статью на сайте фонда рабочей академии в разделе публицистика. Вот как раз о критерии деления на информации. Она была опубликована не так давно у нас в Вестнике Санкт-Петербургского государственного университета. А так на эту тему, в общем, почитать-то больше и нечего. Спасибо за внимание. Продолжение следует...